Попробуем на уроках рисования, ведь у вас кроме биологического рисунка еще и нормальные уроки рисовали? Было, было. Были, уже закончили. Если я не ошибаюсь, вы, кроме всего прочего, рисовали друг друга. Ну, там, стояли в качестве модели. Можно даже показать. Сейчас у вас будет примерно такая же задача. Задача для вас будет не вырисовывать лицо, не вырисовывать пальцы на руках, особенности прически, а вот стоящий и сидящий человек, набросок. Попробуйте учесть все, что мы с вами говорили. Пропорции тела, пропорции головы и какая часть выступает, какая часть проваливается. Соответственно, немножечко поучитывать особенности чего? Человеческое тело, скелеты. Пропорции. Пропорции, скелеты, это все верно. Все перспективы, перспективы. Я могу сейчас кого-нибудь посадить на стол? Я всегда был в модели. Нет, не пожелаю. А у нас тут несколько круп, так что все желающие поработать моделью, вполне сейчас поработают. Только модели я поставлю такие, чтобы вам не покажут. У вас стоящий человек, родитель не сидит. Тем более, вы находитесь почти рядом с сандарином. Выглядит все, ну, уже совсем не так, как вы, кстати, с ним и садитесь. Ну, они ведь намного ближе к человеку. Да, мы, как бы поняла, что мы более-менее похож на человека. Вот, Свет, попробуй посмотри, вот, доченька. Вот хоть такое положение. Сравни, вот с отмотанной, вот с отмотанной. Вот, когда человек меняет положение, когда какая-то часть его окажется, к вам ближе к виду, то тут же меняется, видимо, и разница. О, вот теперь существенное движение. Существенное движение. Только у вас пока что не Коля, а какой-то там, я не знаю, молодой человек, занимающий шейцингом. Коля сейчас значительно более домашний и круглый. Откуда у него такая талия? Свет, подожди. Скажи, пожалуйста, у Коля ладошки где лежат? Так, на коленке. То есть вы считаете, что коленки у этого человека вот здесь, да? Так, понимаете, как у вас вот этот человечек вот так руки держит. А в чем дело? А дело в том, что вы, если вот это соответствует действительности, вы раза в полтора вытянули ему грудь вверх. На самом деле, вот эта часть просто вот сюда опущена, вот так. И руки тогда у вас опущены вот сюда, замесены вот в ладошки, голова окажется вот здесь. Ну, теперь сами решайте, что вам проще переставлять. Снизенький или сверхненький. Ну, потому что вот это у вас нужно. Нет, тебя очень хорошо рисуют, Коль, ты совершенно не прав. Так, я бы на вашем месте стер вот все эти линии, они вам мешают. Вот мы уже разобрались. Все раз я говорю. Читайте Карлсона и Винни-Пуха. И все про комплекцию Коля там написано. Это ноги, друзья. Комплекция Коля в... Очень хорошая, очень хорошая комплекция. Я же говорю, такая домашняя и основательная. А теперь? Так. Скажи, кто-то обезьян, ты спрашиваешь. У нас четвертая просмотра. Вот так, да? Вот так вот будет. А кто первого? Вот так что? А кто первого? А кто первого? А за конфеты в 41-м? А за конфеты? Вот так, да? Ну, сживается на игру, а ну, сживается на игру. Вот. Ну, такой вкусный. Это москвит. Да. Я тебе дала, если ты скажешь, что я... Да. Скажите, пожалуйста, вон сидит Коля, вот ваш человечек. А теперь на меня посмотрите. Коля сидит вот так? Нет. А теперь посмотрите, ваш человечек. У него плечи скорее опущены или подняты, как у меня? Ну, тогда давайте. Так, что? Так, что? Андрей! О, между прочим. Скажи, как ты появился. Между прочим, ближе всего. Скажи, как ты ее нарисовала? Я вот эту линию все-таки взял вот такую лучшую. Посмотри. А где-то? А где-то? А где-то? А где-то не важно. Ты еще раз поговорю. И вон здесь, вот так. Ну, да. Мне просто не хочется, чтобы он обиделся. А почему девчонки? Паралетики. Ладно. Вот. Скажи, погаши, как ты меня рисовала? Очень. Так. Я встала, вырисовала. Я встала, вырисовала. А можно? Пока. Пока. Пока.